Девчонки, всем привет! С вами Сакура и сегодня я хочу вам показать Сифара бокс, который, собственно, вышел у интернет-магазина Сифара. Это уже второй бокс, но первый бокс меня абсолютно не зацепил, поэтому я прошла мимо. А вот второй бокс, это моно-коробочка с декоративной косметикой Кэт Вон Ди. И вот, как мы можем видеть, так это все выглядит. И стоимость ее 1590 рублей, грубо говоря, 1600. Доставочка у нас идет бесплатная. Вчера заказала, сегодня уже в первой половине дня мне привезли. Все очень быстро, доступно и интересно, потому что косметика Кэт Вон Ди, она представлена эксклюзивно в магазине Сифара и, собственно, пришла к нам в Россию именно после того, как пришла Сифара. Поэтому, конечно же, мне интересно стало, когда это все в одной коробочке в виде миниатюрок, разнообразные продукты для создания макияжа, для создания образа. Поэтому, конечно же, да, я считаю, за такую цену это вообще супер. Но помимо декоративной косметики здесь также представлен вот такой вот классный, крутецкий клатч. Он черный такой, знаете, стильный. Здесь у нас эмблема Кэт Вон Ди. Вот так вот это все выглядит на молнии. Он плоский. Кстати, очень круто подойдет для каких-то документов в виде небольшой, да, папочки. Достаточно вместительный. То есть, если вы, допустим, ездите на машине, сюда можно и кошелечек, и какие-то косметические продукты кинуть. В общем-то, прикольно. Вы знаете, я обожаю всякие косметички, всякие штучки-дрючки с брендовыми пометочками. Поэтому для меня это очень-очень круто. Здорово. Интересно. Кстати, я только за, если в каждую коробочку будут класть-то какой-нибудь аксессуар, будь то кисть, трещозка, не знаю, косметичка. Я только за. Ну и, собственно, дальше у нас пошла декоративная косметика. У нас есть вот такая вот листовочка Сифара Лавс Кэтфон Дим. Здесь вот такие вот полноразмерные продукты представлены. Ну и перечень. Перечень. Брендовый клач из эко-кожи. То есть, это не натуральная кожа, что очень-очень здорово. И большой-большой плюс уже бренду. Ну и дальше давайте пойдем. Это у нас первое. Первое, знаете, я хочу вам, девочки, показать. Это у нас Everlasting жидкая стойкая помада для губ. Оттенок Outlaw и Maze. Outlaw – это у нас вот этот вот оттенок розовый. И Maze – это у нас вот этот вот красно-малиновый. Девчонки, посмотрите на дизайн. Очень прикольный. И, знаете, я бы в лет 15-16 вообще бы пищала от этого дизайна. Это вообще была моя тема. Рок. Что-то вот такое. Мечты о первых датуроках. Пирсинги. Первый пирсинг. В общем, ну это так круто было бы в 15-16 лет. Ну и сейчас это, конечно, очень интересно, очень здорово, очень креативно, молодежно. Поэтому, конечно же, прикольно. Прикольный дизайн. Здесь у нас вот такие вот розы. Кэт Ван Ди – это у нас галеристка, она татуировщица. Также она снималась в фильмах. Ну и, собственно, сводчи. Девочки, сводчи я сделала вам заранее, потому что, так как это матовая помада, да, чтобы она успела высохнуть на руке. Девочки, на руке это смотрится не так, как на губах. Абсолютно. Это розовая помада. Она такая красивая. Вот как вот здесь. На губах это, во-первых, придает какую-то свежесть. Это придает, она какая-то яркая, такая необычная. Кстати, я хочу сказать по всем оттенкам. Они очень необычные. Вроде бы, знаете, столько марок, столько оттенков, что, казалось бы, создать что-то необычное – это, ну, навряд ли, да, просто разные марки как-то с текстурами играют. Но это действительно какие-то оттенки, которые никогда в жизни у меня не повторялись. Они какие-то своеобразные, что ли. Вот этот оттенок очень классно освежает как-то лицо, молодит. Сразу как-то, знаете, свежим огурчиком выглядишь. Это так красиво. Такие яркие розовые губки. И, повторюсь, вот на руке это не то. Вот серьезно, это не то. На губах оно смотрится более красиво, более как-то ярко. Вот похоже вот больше на вот то, что мы видим в тюбике. Очень мне понравился этот оттенок. И, думаю, его заценит мой муж. Ему понравится на мне эта помада. И вот эта помада, вот она. Тоже она такая интересная. Она начинает высыхать и приобретать какой-то оранжевый подтон. Оранжево-золотистый. Я не знаю, как они это сделали, но это так необычно, так прикольно. Обе помады очень красивые. Они высыхают на губках. Губки при этом не сохнут. Губки при этом очень-очень мягкие. И, ну, ощущения просто прелестные. Обалденные помады. Здорово. Мне вот захотелось прям другие какие-то оттенки приобрести. Далее у нас тату-лайнер. Подводка для век. Оттенок Трупер Блэк. Вот такая вот подводка. Этим лайнером хорошо рисовать тонкие стрелочки. Прям вообще. Его надо перевернуть немножко, потому что он вот так вот лежал. И, видимо, блин, конечно, очень насыщенные черные пигменты. Я нанесла на веки. Получилась вообще невероятно тонкая линия. Первый раз в моей жизни. Я, наверное, с ним поиграюсь под красные всякие тени. Я думаю, будет круто смотреться. Не отпечатывается. Хорошо наносится. Высыхает. В деле мне понравился этот лайнер. Далее у нас лук-пудра фиксирующая, прозрачная, рассыпчатая. Вот такой вот маленькой красивой баночки. Такие вот эмблемы. Так вот это все выглядит. Пудра. Она, не скажу, что вот она прям вот, знаете, есть прям белая-белая пудра. Мне, мне кажется, все-таки легкий какой-то потон есть. Такой, знаете, не белый-белый, а вот какой-то такой вот легкий. И мне, не знаю, девчонки, будет вам видно или нет. Оп, поймала. Она сверкающая. Да-да, чуть-чуть видно, я думаю, на камере. То есть она не матовая, она какая-то, знаете, такая со сверкалочкой. Я такие пудры люблю. Я, да, я люблю хайлайтеры. Я фанат хайлайтеров. Я люблю всякие светящиеся штучки. Очень приятная, шелковистая пудрочка. И вот сверкалочки эти, конечно, здесь есть. Будут с большим удовольствием пользоваться. Тем более у меня сейчас такая проблема, что нет нормальной пудры. Поэтому вообще очень-очень кстати, здорово. Дальше здесь еще была кремовая карта сэмплов. Вот такие вот сэмплы. Оттенки, конечно, для любой, я бы сказала, не для любого типа кожи, а, наверное, для любой национальности. Потому что как-то вот здесь прям такие оттенки, которые, вот допустим, ну вот у славян не встречаются. Да, то есть здесь абсолютно для любых девочек, я насколько понимаю, любых национальностей, любых стран. Можно выбрать себе тон, и это тоже очень-очень здорово. То есть клиент-ориентированность большая, обширная. Вот такие вот еще сэмплики. Девочки, ну это все. Я безумно рада. Теперь познакомимся с этой маркой. Первые впечатления просто бомбические. Это просто конфетина. А не коробочка, а не марка. Супер-супер-супер. К сожалению, ее уже купить нельзя. Ее очень-очень быстро расхватали. Буквально за считанные минуты. Но я рада, что я успела. Всем спасибо за внимание. С вами была Сакура. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok